Поль Мари Верлен – французский поэт, один из основоположников литературного импрессионизма и символизма. Биография Поль Мари родился 30 марта 1844 года в МИЦЕ в семье Николая Агюста Верлена, капитана инженерных войск Элиза Жули Жозеф Стефани Дея. В раннем детстве семья Верлена часто переезжает из-за гарнизонной службы отца. В 1851 отец Поля уходит в отставку и семья поселяется в парижском предместе Ботиниэль. В 1853 Верлен поступает в пансион Ландри. В 1855 он поступает в седьмой класс лицея Бонапарта. В 1858 Верлен начинает писать стихи, знакомится с поэзией Гюго, Бенвиле, Готье, Бадлера, Леконта, Делиля, Глотиния. Посылает Виктору Гюго стихотворение «Смерть». В 1860 году Верлен начинает дружить с Эдмоном Лепелетия, своим будущим душеприказчиком и биографом. В 1862 финансовое положение семьи ухудшается из-за неудачных вкладов. Верлен получает степень бакалавра словесности, записывается в школу права и занимается арифметикой, надеясь сдать экзамен в Министерство финансов. Начинает пить и посещать публичные дома, зачитывается силой и материи. В 1863 он знакомится с поэтом и критиком Луи Ксавье де Риккаром. В республиканском салоне Маркиза де Риккарс и беседники Верлена, Теодор де Банвиль, Агюст Вилье де Лили Адан, Франсуа Капе, Каптюль Мендес, Сюли Прюдом, Хосе Марио и Ридиа. В августе этого же года выходит первая публикация Верлена в журнале Риккара «Обозрение прогресса». В 1864 январь-март Верлен работает в страховой компании, затем в мэрии Аякс округа Парижа, бросает занятия в школе права. Осень-зима посещает кружок Катюля Мендеса. В 1865 Верлен работает экспедитором в мэрии Парижа, ноябрь-декабрь Верлен публикует эссе об Адлерии и несколько стихотворений в новом журнале Риккара «Искусство». Знакомиться с издателем Альфонсом Лимером, в книжном магазине которого собирается будущее Парнасце, посещает вечера Теодора Дейбанвия в его квартире на улице Конди, 30 декабря, смерть отца, 1866 январь. Верлен с матерью переезжают на улицу Леклюс, 26 март, первый выпуск «Альмонаха», современный Парнас, 28 апреля. Восемь стихотворений Верлена опубликованы в девятой книжке современного Парнаса. Ноябрь выходит сборник «Сатурнийские стихи», 1867, 16 февраля, смерти Лизы Дюжарден, кузины Верлена и подруги его детства. Оставшись сиротой, Лиза была взята на воспитание родителями Верлена. После своего замужества она помогла Верлену материально в издании его первого поэтического сборника. Верлен тяжело переживает утрату, ищет забвения в абсенте. 25 июля Верлен начинает сотрудничать с сатирическим журналом «Публицисты и будущего коммунара» и жена Вермерша «Майский жук» 12 августа. В Брюсселе Верлен тепло принят Виктором Гюго. 31 августа в Париже умирает Шарль Бадлер. 2 сентября Верлен присутствует на похоронах Бадлера на Монпарнасском кладбище. Декабрь в Брюсселе под псевдонимом Пабло де Орланьос выходит плакетка Верлена «Подруги» сцены сапфической любви. 1868. Вместе с парнастцами Верлен завсегдатой салона Нины де Вияр. Среди гостей салона «Берлиос» Вагнер Мане. 6 мая. Суд города Лиле выносит решение о конфискации и уничтожении тиража подруг. А издатели приговаривают к 500 франкам штрафа. Август. Верлен проводит каникулы у родственников в Палиселе. 1869. Февраль. Выходит сборник «Галантные празднества». 22 марта. Верлен с матерью едут в Палисель на похороны тети Верлен пьянствует. Семья и местные власти призывают его к порядку. Мадам Верлен решает женить сына на одной из палисельских кузин. Июнь. Музыкант из салона Нины Шарль де Севри знакомит Верлена со своей кузиной Матильдой Моти де Флервиль. Июль. Мадам Верлен увозит сына к родственникам в Фанпу и возвращается в Париж. Верлен пьянствует от 18 до 20 июля. В письме к Шарль де Севри Верлен просит руки Матильды Моти. Ответ сдержан обнадеживающий. Верлен бросает пить и начинает ухаживание. Осень-зима. По вторникам Верлен принимает друзей. 1870 июнь. Сборник «Добрая песня», посвященный Матильде. 11 августа. Венчание Поля и Матильды в Нотр-Дам-де-Клиньян-Кор. Молодожены поселяются на улице Кардинала Лемуана. 2 июля-сентябрь. Франко-прусская война. 22 августа. В письме к своему учителю Жоржу и Замбару Рэмбо восхищается галантными празднествами и «Доброй песню» 2 сентября. Сейданская катастрофа. 4 сентября. Провозглашение республики. Всеобщая мобилизация. Верлен вступает добровольцам в Национальную гвардию. 1871 январь. Русские войска осаждают Париж. Бомбардировка столицы Поли Матильда переезжают на бульвар Сен-Жермен, где устраивают салон. Март-май. Парижская коммуна, несмотря на приказ Тьерра, запрещающий чиновникам выходить на службу, Верлен при коммуне продолжает работать в мэрии, в отделе печати. Поли Матильда возвращаются на улицу кардинала Лемуана. После падения коммуны, опасаясь доносов, уезжают к родственникам Верлена в Фанпу или Клюз. Август. Возвращаются в Париж. Поселяются в доме Мотти на улице Николи. 14. Конец августа. Начало сентября. Письма Артюра Рэмбо к Верлену. Сентябрь. Верлен приглашает Рэмбо в Париж и оплачивает ему дорогу. 10 сентября. Рэмбо в Париже. Он поселяется у Мотти, откуда его в скором времени изгоняют за грубость и нечестоплотность. Рэмбо живет по очереди у Бонвилля. Шарля Кро, композитора Кабанне, художника Форена. Верлен и Рэмбо принимают участие в собраниях литературных кружков. Дрянные мальчишки и чертыхатели пьянствуют. Их дружба перерастает. Как они выражаются? Жестокую страсть двух поэтов. Конец октября. Первая ссора Верлена с Матильдой из-за Рэмбо, который пытается вырвать поэта Верлена из удушливой и мелкобуржуазной обстановки семейства Мотти. 30 октября. Рождение Жоржа Верлена. Сына Поля и Матильды. Конец декабря. На очередном обеде «Дрянных мальчишек» Рэмбо устраивает скандалы и легко ранит тростью шпагой фотографа Коржа. Рэмбо изгнан из кружка. Верлен снимает для него комнату на улице. Компань «Премьер». 14 872 январь. Анри Фантин Латур пишет картину «Угол стола», на которой среди прочих парнастцев изображает Верлена и Рэмбо. 13 января. Сыра между Полем и Матильдой. Верлен бьет жену и угрожает убить сына. Несколько дней Верлен скрывается на квартире у матери. Середина января. Матильда увозит Жоржа к родственникам в Пириг. А Верлен поселяется у Рэмбо на улице. Компань «Премьер» 20 января. Верлен пишет Матильде письмо с просьбой простить его. Начало февраля. Семья Мотти де Флервиль начинает бракоразводный процесс. Март. Верлен обещает Матильде порвать с Рэмбо. Рэмбо по просьбе Верлена уезжает в Шарливиль. Бракоразводный процесс приостановлен. Верлен возвращается к жене, но продолжает тайком переписываться с Рэмбо. Верлен устраивается на работу в страховую компанию. Апрель. Верлен просит Рэмбо вернуться. Начало мая. Пьяный Верлен похищает маленького Жоржа и уносит его к матери. На следующее утро Матильда обращается к своему поверенному с просьбой о возобновлении бракоразводного процесса. 18 мая. Рэмбо возвращается в Париж. Май и июнь. Верлен несколько раз угрожает убить Матильду. Верлен и Рэмбо, развлекаясь, дерутся на ножах. Свои раны Верлен объясняет уроками фехтования. 7 июля. Верлен выходит за доктором для заболевшей Матильды и встречает Рэмбо. Они решают немедленно уехать из Парижа в Араск, где попадают в жандармерию, которая высылает их обратно. В Париже они пересаживаются на другой поезд и едут в Брюссель. Во Франции продолжаются жестокие преследования тех, кто во времена коммуны сотрудничал с властями или просто продолжал работать в учреждениях. Многие из знакомых и друзей Верлена оказались в тюрьме. Верлен находится под подозрением у новой власти и ему угрожает нешуточная опасность. За ним постоянно ведется слежка. Спасаясь от преследований, он решает бежать за границу. Июль. Верлен и Рэмбо бродяжничают в Бельгии. 21 июля. Матильда в сопровождении своей матери едет в Брюссель, чтобы вернуть поле. Им это почти удается. Но Верлен бросает их на пограничной станции и вместе с Рэмбо, который тайком едет в том же поезде, возвращается в Брюссель. От 7 до 9 сентября. Верлен и Рэмбо едут в Лондон. Декабрь. Мать Рэмбо, узнав о том, что Моти обвиняют его в гомосексуальных отношениях с Верленом, приказывает сыну вернуться в Шарливиль. Рэмбо подчиняется. Верлен заболевает. Вызывает к себе мать и Рэмбо. 1873. Начало января. В Лондон приезжает мать Верлена. Середина января. В Лондон приезжает Рэмбо. Начало февраля. Мадам Верлен возвращается в Париж. Конец марта. Верлен хочет вернуться в Париж и помириться с Матильдой. 4 апреля. Верлен уезжает в Бельгию. Сперва к знакомому матери Аббату Деланю в Номюр, откуда пишет Матильде, прося о встрече и примирении. Затем в Жанвиль к родственникам, где заканчивает песни без слов и учат английский от 9 до 10 апреля. Рэмбо возвращается в Шарливиль, где начинает лето в Аду от 24 до 25 мая. Верлен и Рэмбо едут в Лондон и поселяются в двух маленьких комнатках на верхнем этаже дома Н8 на Грейт Колледж Стрит. Июнь. Верлен опять хочет вернуться к Матильде. Постоянные ссоры с Рэмбо. 4 июля. После очередной ссоры Верлен уезжает в Брюссель. Бросив Рэмбо без денег и поселяется в гостинице. Льежуа из Брюсселя он пишет письма жене, матери и Рэмбо, угрожая самоубийством. 5 июля. Мать Верлена приезжает в Брюссель. 8 июля. В Брюссель приезжает Рэмбо. Он настаивает на своем возвращении в Париж. Верлен против. 10 июля. Утром Верлен покупает револьвер и напивается около 3 часов дня. В гостинице Верлен стреляет в Рэмбо и ранит его в запястье. Верлен с матерью. Отводят Рэмбо в больницу. Рэмбо продолжает настаивать на своем отъезде. Верлен с матерью провожает его на вокзал. По дороге Верлен угрожает. Застрелится. Испуганный Рэмбо бросается за помощью к полицейскому. Арест Верлена. Несмотря на то, что Рэмбо отказывается от всех своих обвинений. 11 июля. Верлена помещает в тюрьму предварительного заключения. Маленькие кармелиты. 20 июля. Рэмбо возвращается в Шарлевиль на ферм Рожг, где закончит. Лето в Аду. 8 августа. Бруссельский суд приговаривает Верлена к двум годам тюрьмы. 27 августа. Верлена переводят в тюрьму одиночного заключения в Монес. 1874. Март. Старания Медмона. Лепелетия Санси. Выходят песни без слов. Раздел имущества с Матильдой. Верлен приговорен к уплате алиментов. Он переживает религиозный кризис. Исповедуется 1875. 16 января. Освобождение Верлена. Февраль. Последняя встреча Верлена и Рэмбо в Штутгарте. Религиозность Верлена раздражает Рэмбо. Рэмбо просит Верлена передать рукопись. Озарение поэту. Жермену ново для возможного издания. Март. Верлен уезжает в Англию. Устраивается преподавателем начальной школы в Стикне. Встречается в Лондоне с Жерменом ново и отдает ему озарение. Октябрь. Верлен посылает свои стихотворения в Париж для публикации в третьем выпуске «Современного Панаса». Но бывшие коллеги во главе с Анатолием Фронсом отказывают ему в этой чести. 12 декабря. Последнее письмо Верлена Крэмбо. 1876-1877. Верлен преподает латынь, французский и рисование в Стикне, Бостоне и Борн-Муте. 1877. Октябрь. Верлен возвращается во Францию, устраивается преподавателем в католический колледж в Ретели. Там он знакомится с Люсьоном Летину и фактически усыновляет его. 1878. Весна-лето. Верлен дважды видится с сыном. Безуспешно пытается возобновить отношения с Матильдой. 1879. Конец лета. Верлен напивается в компании своих учеников. К тому же выясняется, что он имеет судимость. Верлен покидает Ретели и уезжает в Лондон с Летинуа. 1880. Март. Верлен покупает ферму в Жунивиле на имя родителей Летинуа и поселяется там рядом с семьей Люсьена, который занимается сельским хозяйством. Декабрь. Выходит сборник «Мудрость». 1882. В результате неудачного ведения дела родителями Летинуа ферму в Жунивиле продают за долги. Июль. Верлен возвращается в Париж налаживать литературные связи и безуспешно пытается получить место в мэрии. 1883. 7 апреля. Люсьен Летинуа внезапно умирает от тифа. Верлен тяжело переживает его смерть. Впоследствии он посвятит ему серию с 25 пронзительных стихов. Оплакивая безвременную смерть своего приемного сына, они войдут в сборник «Любовь». Июль-сентябрь. Мать Верлена покупает у родителей Люсьена ферму в Куломе и переезжает туда с сыном. Верлен снова пьет. 1884. Март. Ванье издает сборник «Эссы Верлена» аборт Юри Рэмбо, Тристане Карабьери и Стефани Маларми под названием «Проклятые поэты». Ноябрь. Выходит сборник «Давно и недавно». 1885. Февраль. После ссоры мать Верлена скрывается от него у соседей. Верлен врывается к соседям. Буянит угрожает покончить с собой. Если она не вернется домой, мадам Верлен подает на сына в суд. 8 марта. Верлен продает дом в Куломе. 24 марта. Суд в УЗЕ приговаривает Верлена к месяцу тюрьмы и 500 франком штрафа. Май. Официально оформлен развод Верлена и Матильды. Июль. Верлен с матерью переезжают в Париж. Август. Из-за артрита Верлен не может ходить. Ноябрь. Верлен работает над серией литературных портретов «Люди наших дней». Предвестие славы. Первая песня на стихи Верлена. Литературная карикатура на Верлена. В пародийном сборнике Анри Баклера и Габриэля Викера. Бесформенности. Декаденские стихи. Леодори Флупета. 1886 январь. Гюстав Кан и Жан Мариас основывают газету «Символист». 21 января умирает мать. Матильда добивается мирового соглашения, по которому уплачивает долги Поля. А наследство мадам Верлен забирает тебе в счет невыплаченных элементов. Верлен остается без средств к существованию. Февраль. Умирает тетка Верлена. Он получает в наследство 2400 франков. Февраль-март. Связь Верлена с проституткой Мари Гамбье. Когда наследство иссякает, Мари бросает Верлена. Весна. Верлен знакомится с художником и куплетистом Фредериком Агюстом Казальцем. 10 апреля. Первый номер газеты «Декадент» Анатолия Бажу и Мариса Дюплеси. 18 сентября. Мариас публикует в литературном приложении газете «Фильгера» манифест символизма, в котором Верлен назван предшественником новой поэтической школы. Октябрь-ноябрь. В издательстве Леона Ванье выходит проза Верлена «Воспоминания вдовца» и «Луиза Леклерк». 30 октября. Матильда выходит замуж за Бьенвеню Агюста Дельпорта и в связи со сменой фамилии снимает запрет на публикацию «Озарений Рэмбо», неосмотрительно оставленных Верленом осенью 1877 года на хранение Шарлю де Севри. Ноябрь-ноябрь. 1886-март. 1887-м. Верлен лежит в больнице. 1887-м. Верлен кочует из больницы в больницу. Сентябрь. Встречает проститутку Филомену Будин, которая становится его любовницей. 1888-м. Январь. Жюль Леметер публикует в синем журнале статью «Поль Верлен. Символисты и декаденты». Март. Выходит сборник «Любовь». Верлен поселяется в гостинице на улице Руайе Колор. 14. Затем переезжает в гостиницу на улице Сен-Жак. 216. Устраивает у себя литературные среды. Август. Второе издание «Проклятых поэтов», дополненное очерками о Марсе Лени Деборт. Вальмор. О Гюсте Вилье де Лиля Дани. Бедном Лилиане. Ноябрь. 1888-февраль. 1889-в больнице. Шарль Моррис публикует у Ванье книгу «Поль Верлен». 1889-февраль. Верлен поселяется в гостинице на улице Важерар. 4. Возобновляет среды. Июнь. Выходит сборник параллельно. Июль-август. В больнице. Август-сентябрь. За счет друзей лечится на курорте в Экс-Лебен. Сентябрь. 1889-февраль. 1890-в больнице. 1890-февраль. Верлен поселяется у Филомена на улице Сен-Жак. Июль. Министерство народного просвещения выплачивает Верлену пособие в размере 200 франков. Декабрь. Выходит сборник посвящения. В Брюсселе подпольно. Выходит сборник эротических стихов Верлена. Женщины. 1891-январь-февраль. В больнице. Май. На бенефисе Верленой. Поле Гогена. Театр искусства. Представляет пьесу Верлена. Одни и другие. Верлен знакомится с Ижени Кранц. Бывшей танцовщицей. Приятельницей Филомены. И Жени становится любовницей Верлена. И вскоре разоряет его. Май-июнь. Выходит сборник счастья. И пьеса одни и другие. В издательстве. Фаскель. Выходит избранное стихотворение. Верлена. Октябрь. 1891-январь. 1892-январь. В больнице. Ноябрь. Выходит автобиографическая проза Верлена. Май. Больницы. 10 ноября. В Марселе от циркома умирает Артюр Рэмбо. Декабрь. Выходит сборник песни для нее. 1892-январь-февраль. Выйдя из больницы. Некоторое время живется Жени. Как только деньги заканчиваются и Жени бросает Верлена. Апрель. В серии «Библиотека Святого Грауля» выходит сборник «Сокровенные обедни». Август-октябрь. В больнице. От 2 до 14 ноября. По приглашению голландских литераторов Верлен едет в Голландию с лекциями о литературе. Декабрь. 1892-январь. 1893-январь. В больнице. 1893-январь. Верлена и Жени поселяются на улице Фоссе Сен-Жак. 9. Февраль-март. По приглашению бельгийских литераторов Верлен едет в Бельгию с лекциями о литературе. Май-июнь. Выходят сборники элегии «Оды» в ее честь и автобиографическая проза «Май тюрьмы». Июнь-ноябрь. В больнице. Рожестое воспаление на левой ноге. Регулярные пункции. В больнице Верлена навещает Филомина. Август. Верлен выдвигает свою кандидатуру во французскую академию на место скончавшегося Эпполита Тена. Октябрь. Верлен не получает кресла Тена. Ноябрь. Верлен переезжает к Филомини. Ноябрь-декабрь. По приглашению английских литераторов Верлен едет с лекциями в Лондон, Оксфорд и Манчестер. Декабрь. Выходит книга лекций Верлена. Две недели в Голландии. Верлен переезжает к Ижини на улицу Сен-Жак. 187-1894 апрель. Верлен переезжает к Филомини. Май. Выходит сборник в Лимбе. Май-июль. В больнице. Пытается восстановить отношения с Ижини. Август. Избран принцем поэтов. Вместо скончавшегося Шарля Леконт де Лиля. Друзья Верлена во главе с Марисом Баррисом и Робером де Монтескию Физансаком. Устанавливают для него ежемесячную пенсию. Министерство народного просвещения выплачивает Верлену пособие в размере 500 франков. Октябрь. Постановка пьесы Верлена. Мадам Абен. В кафе Прокоп. Верлен бросает Ижини и переезжает к Филомини. Декабрь. В издательстве журнала «Ля Плюм» выходит сборник эпиграммы. Декабрь. 1894. Верлен. 1895. В больнице. 1895. Февраль. Верлен переезжает к Ижини. Май. В издательстве «Конец века» выходит исповедь Верлена. Сентябрь. Вместе с Ижини переезжает на улицу у Декарта. 39. Состояние Верлена резко ухудшается. Октябрь. Полное собрание сочинений Артюра Рэмба с предисловием Верлена. 1896. 7 января. Верлен исповедуется. Ночью он падает с кровати и Жини не может поднять его и Верлен проводит всю ночь на холодном полу. 8 января. Верлен умирает от воспаления легких. 10 января. Отпевание в церкви Сент-Этьен-Дюмона. Торжественные похороны на Ботиньольском кладбище. Февраль. В серии «Литературно-художественная библиотека» выходит сборник «Плоть». Декабрь. Выходит сборник «Инвективы». 1899. Выходит полное собрание сочинений Верлена в пяти томах. 1904. Подпольно. Выходит сборник эротических стихов Верлена. Хомбресс. 1907. Выходит книга заметок Верлена «Путешествия француза по Франции». 1911. 28 мая. В Люксембургском саду открывается памятник Верлену работы Агюста Дени Дерхаузер «Народа». 1913. Выходит сборник «Библия Сонеты». 1926. Выходит первый том неизданных произведений Верлена. 1929. Выходит второй и третий том неизданных произведений Верлена.